В городском округе Люберцы прошли выборы в Молодежный парламент. В этом году на место в депутатском корпусе претендуют 363 человека. А по итогам голосования в состав Молодежного парламента войдут только 105 юношей и девушек. Подробности далее в сюжете. Ученица 10 класса Лола Халова уже определилась с выбором будущей профессии. Она мечтает связать жизнь с политикой. По окончанию 20 гимназии планирует поступить на факультет международных отношений. Но уже сейчас девушка делает первые политические шаги. Участвует в выборах в Молодежный парламент городского округа Люберцы. Для меня Молодежный парламент – это шанс выразить свою гражданскую позицию, изменить как-то свою жизнь, наверное, к лучшему. У нас огромное количество ребят, которые занимаются и увлекаются спортом. Хотелось бы, чтобы рядом с домом у всех была какая-то секция или какой-то стадион, чтобы нам не приходилось далеко ездить. Таких активных девушек и юношей готовых вступить в Молодежный парламент более 300. В этом году выборы стали историческими. Они проходят уже в рамках городского округа. Избирательные участки организованы во всех общеобразовательных учреждениях. Здесь всё как на обычных выборах. Участковая комиссия, бюллетени для голосования и прозрачные урны. У нас избирательным правом пользуются 8, 9 и 10 классы. И по согласованию с руководством, с администрациями наших общеобразовательных учреждений мы можем также задействовать 11 класс. Участки для голосования посещают не только избиратели, но и сами кандидаты. В пятой гимназии сразу 4 человека изъявили желание вступить в Молодежный парламент. В такой ответственный момент они делятся друг с другом своими мыслями. Третий год уже баллотируюсь. Надеюсь, третий раз уже выиграю. Да, уже знаем, как всё происходит. История создания Молодежного парламента Московской области неразрывно связана с люберцами. В 2009 году муниципалитет стал одним из первых в Подмосковье, где была проведена процедура голосования. За 9 лет работы организация вырастила достойную смену. Сейчас многие люберчане, которые были в составе Молодежного парламента, занимают руководящие должности в федеральных структурах и органах местного самоуправления. Луиза Игязыря, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.